Композиция, которая трогает до глубины души. Одна из самых проникновенных песен на русском языке. Что же это за песня и что она скрывает? И перед тем, как начнется это видео, хочу всем порекомендовать подписаться на этот канал, чтобы не пропускать интересные истории из мира музыки, а также быть в курсе всех новостей и событий. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Песня, о которой сегодня пойдет речь, называется «Там нет меня». Ее авторство приписывают Игорю Николаеву, но те, кто знаком с его творчеством, знают, что это не так. Текст написал российский художник, поэт и музыкант, основатель и продюсер группы «Моральный кодекс». Я думаю, некоторые из вас знают эту группу. Павел Жагун. Расцвет таланта Жагуна пришелся на 80-е годы. Он писал композиции для Аллы Пугачевой. Игорь Аскляра. Ирины Аллегровой. И Алексея Глызина. А вот музыку к песне «Там нет меня» написал Игорь Николаев. Хочется сказать, что музыка действительно невероятная. И Игорь Николаев действительно маэстро. И как ребенок с детворой. И как ребенок с... Конечно же, именно Игорь Николаев и стал первым исполнителем этой песни. В первый раз эта песня прозвучала еще в далеком 1987 году. В желанной пристани. Позже эту песню пел Владимир Просняков, но об этом мы поговорим позже. Но популярной композиция «Там нет меня» стала из-за исполнения другого артиста, о котором вы скоро узнаете. Я думаю, что те, кто хотя бы раз в жизни слышал эту песню, согласятся со мной, что песня и текст этой композиции наполнен метафорами и разнообразными сравнениями. Послушайте, какие в этой песне прекрасные стихи. «Там нет меня», «Где на песке не пролегли твои следы», «Где птица белая в тоске кружит у пенистой воды». «Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани» «И где глаза твои стрижи скользят по небу пристально». Стихи очень красивые, но что же на самом деле скрывает эта песня и каков ее тайный смысл? «Утрет заботливый олень» Если мы с вами послушаем начало, то можно с уверенностью сказать, что каждая строчка пронизана болью и горечью утраты. «Где на песке не пролегли твои следы» Боль, которая нарастает от начала произведения к его концу. «Скользят по небу пристально» Внутренняя обездоленность и чувство фатального одиночества очень ярко прослеживается к концу произведения, где кульминация. «Где понимает небо звук, где понимает...» Вообще, песня «Там нет меня» считается романсом, и условно ее можно разделить на шесть четверостишей. Да-да, здесь нет припевов, только куплеты. Первые строки песни, хоть и наполнены грустью, несут в себе нежность и романтичность. «Там нет меня» «Где на песке не пролегли твои следы» А вот эти строки, которые уже звучат в конце, символизируют душевную печаль и некоторую надрывность. «Где пароход в ночи надрывно прогудет...» Почти сразу же в этой песне становится понятно то, что автор, герой этого произведения, потерял свою любимую. «Теперь она в мире ином, на небесах, где глаза ее стрижи». «И где глаза твои стрижи...» Возлюбленная в этой песне как будто бы всегда рядом. Именно поэтому автор несколько раз обращается к небу и сравнивает ее с птицами. После строк «Там нет меня» звучат строки «Я только там». «Где же нет нашего героя песни?» «Я только там» В этой песне приведено два мира. Один мир – это мир реальный. Где заботливый олень? Где летает и кружатся птица? Утрет заботливый олень? А другой мир – это мир памяти и грез. Вот, например, эти строки «Как ребенок с детворой...» Или «Где глаза стрижи...» В первом мире уже нет и никогда не будет любимой, поэтому там нет меня. А во втором мире любимая осталась. Поэтому звучит строчка «Я только там, но я невидимый». И он невидимый, потому что этот мир для него недоступен. Итог этой песни – это признание героя в том, что без своей любимой ему нету места в этом мире. И его жизнь потеряла всякий смысл. Герой словно лишен кислорода, и земля уходит из-под его ног. Текст романа просто наполнен метафорами, сравнениями и символами. Согласитесь, что это прекрасные меланхолические трагические стихи. Но эта композиция обрела вторую жизнь после того, как ее исполнила Севара на шоу «Голос». Именно Севаре удалось вдохнуть в эту песню что-то сугубо личное. Севара, когда пела эти строки, пропустила через себя всю боль и страдания героя этой песни. Она смогла донести до зрителя истинный смысл и тронула слушателей своим исполнением. Послушайте, как прекрасно она поет. Она словно птица. Сколько разных эмоций она в себе совмещает. Вначале песня звучит очень трогательно, а в конце, благодаря мощному голосу Севары, просто песня пробирает до мурашек. Как ранее я уже сказала, Владимир Пресняков тоже очень часто исполняет эту композицию. Мне кажется, его необычный тембр очень подходит к этой песне. Но многие говорят о том, что чего-то Преснякову не хватает, что-то вот ему не достает. Возможно, это то, что он ее поет достаточно однообразно, и в конце не хватает некой кульминации и мощного голоса. А вы согласны со мной или вам нравится исполнение Владимира Преснякова? Напишите ваше мнение в комментариях. Также многим очень полюбилось исполнение этой песни Анатолием Цоем на шоу «Маска». Но, если честно, конечно, он красиво ее спел, но исполнение Севары и Преснякова мне почему-то нравится больше. Самое интересное то, что эту композицию даже исполнял Димаш. И он настолько глубоко проникся текстом этой песни и так проникновенно спел, что когда ты слышишь его голос, у тебя невольно появляются мурашки. Особенно его смешанная манера пения, то, как он нежно поет в начале. А послушайте, как здесь он переходит на мощный голос и какой-то просто невероятный контраст. Мне кажется, его голос идеально подходит для этой композиции и действительно передает всю боль и всю трагедию героя. Конечно, эта песня стала настолько широко известной и популярной, что ее исполняют и многие другие популярные артисты. Так, например, ее исполняла Юлиана Караулова на «Новой волне». Она исполнила ее немного в другом жанре, с современной обработкой. Если честно, не хочется обижать Юлию. Но все-таки, как мне кажется, не нужно было менять аранжировку. А вы согласны со мной? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Конечно же, участники шоу «Талантов» тоже не раз исполняли эту песню. И все они прекрасно ее пели. Но лично для меня хочется выделить исполнение трех артистов. Это исполнение Владимира Преснякова. Севара И Димаша Мне кажется, в их исполнении эта песня звучит лучше, чем у всех остальных. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а в чем исполнение вам эта композиция понравилась больше всего. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Теперь, когда вы знаете историю написания этой песни и знаете, в чем заключается ее скрытый смысл, надеюсь, эта песня вам будет нравиться еще больше. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, а также обязательно подписывайтесь на этот канал. До скорой встречи!